МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приближаются выборы и страсти бушуют все сильнее. В территориальной избирательной комиссии настала пора принятия решений по регистрации кандидатов. Но не все рады присутствию прессы на этих заседаниях. Опять Волоград-ТВ? Да. А вы списали, что вы уже не Волоград-ТВ? А кто мы? И вот вы скажите, кто вы. А вы кто? Я член избирательной комиссии. А вы? Замечательно. А мы Волоград-ТВ. А документики есть у вас? Да, конечно. Покажите, пожалуйста. А вы тоже свои покажете? Я-то свои покажу. Ну, я покажу. Забывайте. Плохо, я думаю, что они летают на пробках. Ой. Пожалуйста. И вам понравилось. Нет, вот сегодня где-то часа там, полвторых, сейчас вы дадите. А что-то печати-то как-то не видно у вас совсем. Вот у меня здесь... Ну, вовремя, видимо, слабое. Самые сильные кандидаты, как и положено, привлекают к обсуждению их регистрации наивысшее внимание. Несколько членов избирательной комиссии, как с решающим, так и с совещательным голосом, пытались сорвать регистрацию рекомендованного губернатором области Евгения Гаврилова. Однако эти невнятные, хоть и громкие речи, не имели эффекта. Члены избиркома, подавляющим большинством голосов, зарегистрировали Евгения Гаврилова кандидатом на пост главы Волоколамского района. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть голосов. Кто против? Кто воздержался? Ну, воздержавшихся нет. Далее стал вопрос о регистрации креатуры Вячеслава Карабанова Алексея Сулимова. Теперь все те, кто пять минут назад требовал решать вопросы по всей строгости закона, стали просить о снисхождении к этому кандидату. А его регистрация оказалась под вопросом, потому что, выдвигаясь от партии Родина, Алексей Иванович все еще состоял в единой России. Дважды пришлось голосовать членам избиркома по вопросу регистрации Сулимова, и дважды решение не было принято. Голоса делились ровно пополам. А тем временем в актовом зале администрации шла работа по формированию общественной палаты района. Андрей Воробьев, губернатор нашей области, предложил новый, можно даже сказать, революционный принцип формирования структур подобного рода. Несмотря на открытость и абсолютную демократичность процедуры, нашлось немало желающих замутить водичку, чтобы авангарду удалось наловить как можно больше рыбки. Но, несмотря на все попытки устроить балаган и поиграть на публику, авангардовцам не удалось провести своих приспешников в палату. Общественность нашего района отдала предпочтение действительно лучшим людям Волоколамской земли. А члены избирательной комиссии, не приняв решения на первом заседании, после непродолжительного перерыва собрались на второе. После короткого обсуждения члена избиркома, большинством голосов сошлись во мнении, что Алексей Сулимов, состояв одной партии и подавая документы на выборы от другой, грубо нарушил закон о политических партиях и отказали ему в регистрации. Теперь Алексей Иванович, многие годы проработавший правой рукой генерала Карабанова, окончательно лишен возможности вернуться в районную власть. Продолжение следует...